Не поёт, а задыхается. Главный позор Арбакайте показали по крупному каналу. Кристин Арбакайте всегда считали не самой голосистой певицей на эстраде. Звезда годами водила зрителей за нос, выступая под фонограмму, но наказание за обман было неизбежно. На одном из концертов на Муз-ТВ звезде пришлось таки продемонстрировать своё настоящее пение, и оно разительно отличалось от того, к которому привыкли поклонники. Когда выключилась музыка, выключилась и запись вокала, Арбакайте пришлось отдуваться самой. Знаменитость задыхалась, фальшивила, из последних сил вытягивала ноты, но пела. В финале кусок фонограммы всё же включился, но певица уже хлебнула порцию позора «Всё, выключайте». Долгое время казалось, что компанию «Не приглашённых на песню года» Леонтьеву составит Кристин Арбакайте о том, что переехавшая в Соединённые Штаты Америки в 2022 году и прекратившая концертную деятельность певицы «Не появится на шоу» говорили как о свершившемся факте. Но дочь Аллы Пугачёвой сумела удивить и попасть в число участников знакового проекта. За какие именно заслуги исполнительница, не предоставлявшая публике новых композиций, получила своё место в «Песне года», сказать сложно. Во всяком случае, реакция общественности на возвращение Арбакайте оказалась негативной. В комментариях всё чаще использовались фразы «Надоела уже эта семейка, обратно в Америку, пусть на Западе и выступает». Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко рассказал, каким могло бы получиться шоу без всех предателей, которых туда позвали. Эксперт отметил, что качественно проект не мог ухудшиться. «Там вполне большое количество топ-звёзд наших, и если там не будет Арбакайте, Пугачёвой, Лободы, на этом российская эстрада не заканчивается. Поп-исполнителей так на самом деле достаточно и предостаточно, и помимо всей известности, так сказать, Старой Гвардии, ещё будут выступать новые имена». Критик подчеркнул, что артистов на русской сцене сейчас более чем достаточно, именно с ними можно заниматься созданием новых интересных проектов. Старую Гвардию не следует сравнивать с современными музыкантами, которые завоёвывают известность среди более молодой аудитории. Критик подчеркнул, что артистов на русской сцене сейчас более молодой аудитории.